Национальная идея, вы знаете, вот как раз только что мы с вами за кадром разговаривали на предмет того, что второй год подряд я езжу в Орленок, к детям, которые безумно одаренные, это один из самых счастливых моментов у меня в году, потому что 3000 детей, большого счастья и наслаждения, когда ты можешь передать те самые мотивации, которые там, если на студенте года в Казани, то у тебя уже более зрелая публика, которая сформирована в своем линии, и они точно понимают, куда они идут и к чему они стремятся, то здесь, собственно говоря, еще тот самый момент, когда у тебя несформированная детская психика, и куда ты их повернешь, туда они и идут. Но та церемония даже открытия помпезности и всего остального говорит о том, что ты находишься в государстве, в государстве российском, потому что звучит тот самый гимн, который, собственно говоря, по которому все прекрасно знают в нашей стране, несут тот самый российский флаг, который точно так же все знают в нашей стране, и вот этот вот момент открытости и торжественности, конечно же, присутствует. Вопрос только, куда этот флаг понесут потом вот эти самые маленькие дети. Сказать о том, что молодежью не занимаются, у меня просто сыну 10 лет, и поэтому получается очень простая история. Я точно так же в школах наблюдаю, когда нам, например, там говорят, вот раньше были там, если вспоминать царскую Россию и времена 917-го, то были орлят, комсомольцы, там, собственно говоря, и кого только не было. И молодежью занимались, и их к чему-то вели. А вот вопрос, к чему их ведут сегодня, сегодня их ведут к абсолютной свободе. В этом я абсолютно точно уверен. Свобода, с одной стороны, это путь в никуда, конечно же, а с другой стороны, это формирование или отсутствие формирования этого же самого вкуса. Хороший вопрос, на самом деле, к чему сегодня мы идем. Если в семье, в образование и воспитание ребенка вкладывают те самые сильные понятия семьи, добра, открытости и всего остального, то явно государство куда бы ни привело этого гражданина, он останется самостоятельной единицей. Все остальное приведет к стадному чувству. Вот куда мы идем сегодня, на мой взгляд, это к большому стадному чувству.